Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, и вопрос у нас от Алексея, возможно, Нубовский, как он утверждает, но, возможно, и нет. Сейчас посмотрим. Интересно для понимания терминологии. Если есть последовательность в ля-миноре, и вдруг появляется аккорд ре-мажор, это что? Отклонение в дорийский, спрашивает он. Давайте посмотрим. Значит, ля-минор... ...и ре-мажор. Тут два варианта, я очень просто объясню. Тут два варианта, как можно это рассматривать. Первый вариант, мы это рассматриваем с точки зрения тонального центра ля-минора и всех аккордов, которые в него входят и участвуют в этом произведении, в этой последовательности. Тогда да. Тогда получается, что в ре-мажор там должен быть ре-минор, но у нас ре-мажор, и фа меняется на фа-диез. То есть, фа-диез превращает ля-минор в, соответственно, дорийский лад. В ля-дорийский это же эквивалентно соль-мажору. То есть, если у нас есть ля-минор... ...и у нас есть соль-мажор... ...и у нас есть ля-минор с повышенной шестой... Да. Второй вариант и третий это одно и то же. То есть, ля-минор-дорийский с повышенной шестой и соль-мажор это одно и то же. Можно просто так пользоваться. И ми-минор же, если просто играть на ля-минор, то будет, соответственно, ля-дорийский. Это правда. Ну, то есть, запомнив аппликатуру ми-минора, скорее вы все ее знаете, скорее всего. Но есть нюанс, связанный с тем, что можно мыслить по-другому. Можно мыслить отдельными аккордами. То есть, если мы играем какой-нибудь там джаз-блюз, там, нео-сол, что-нибудь там, фанк, фьюжн тем более, то совершенно не обязательно, что два аккорда, которые располагаются вместе или друг за другом, они принадлежат к одному тональному центру. Вообще не факт, что это так. И в этом случае что нам надо сделать? В этом случае мы можем мыслить отдельно. То есть, отдельно обыграть ля, отдельно обыграть ре. И как бы это абсолютно нормально, и так можно тоже мыслить. Вопрос просто как вы хотите. И вообще, в принципе, если там есть время подумать, то есть, например, вот так у нас, да, в такой последовательности меняются и в таком темпе эти аккорды. Да, допустим, это может так меняться, и мы можем просто обыграть их, ну, соответственно, ля как ля, ре как ре. Играет музыка. Играет музыка. То есть, да, в таком случае, я просто обыграл два аккорда отдельно, и так жить гораздо проще. Ты меньше ответственности на себя берешь, потому что ты не думаешь обо всем вот этом многообразии. Что там, зачем, тебе надо понять логику, структуру всей этой гармонии. Ты не паришься, просто обыгрываешь каждый аккорд отдельно. Но можно и звукорядом. Если звукорядом, то, соответственно, если у тебя в одной тональности, в одном тональном центре и ля, и ре мажор, можно, соответственно, играть соль мажор, он же ля дорийский. Но, если у тебя есть при этом еще, например, ре минор, то там тебе придется перейти на натуральный минор. Такие дела. В общем, меня зовут Миша Ряженко, друзья. Рад отвечать на вопросы моих участников клуба. Очень обожаю все, что там происходит. По ссылочке внизу просто подписывайтесь и вступайте в клуб. И также качайте все материалы, там куча, куча, куча совершенно книжек, всяких курсов, каких-то минусовок. Огромная база всех моих педагогических наработок, уроков, там всего за огромную практику. Все это по ссылочкам внизу. Качайте и до новых видео. Подписывайтесь на связи. Продолжение следует...